Перед началом ролика рекомендую подписаться на канал Мега Шоу ТВ. Канал различных топов, интересных фактов, жуткие мутации, таинственные исчезновения, теории заговоров. Всё это вы найдёте на канале Мега Шоу ТВ. Заходи и подписывайся, ссылка в описании. Робототехника в стране восходящего солнца является одним из приоритетных направлений. Каждая уважающая себя японская корпорация, имеющая хоть какое-то отношение к технике, разрабатывает своих роботов. Сегодня мы поговорим о пяти японских роботах. Приветствую вас на своём канале, это Верьёмин. И японская неделя. Пятое место. Джаминоид Хироси Исигуру. Это андроид, который выглядит и движется с очень высоким уровнем сходства со своим прототипом. Первая модель этого робота, разработанная в 2006 году, Джаминоид HI1, была гибернетическим двойником её создателя, профессора Хироси Исигуру. Из Японии, который работает в Международном исследовательском институте передовых телекоммуникационных технологий. Программно-аппаратная система Джаминоида содержит интерфейс удалённого оператора, управляющий сервер и непосредственно робот. Джаминоид имеет большое количество датчиков и двигателей под оболочкой, что позволяет ему реагировать на прикосновения и управлять мимикой. Оператор также может осуществлять удалённое управление Джаминоидом с использованием камер, находящихся в глазах робота, и передачей голосовых данных через аудиосистему. Предлагаемые технологии могут быть использованы для широкого круга практических приложений сейчас и в будущем. Четвёртое место На четвёртом месте у нас расположился боевой робот Куратос. Его высота составляет около 4 метров, а весит робот 4,5 тонны. Подобно Megabot MK2, японский робот не является автономным. Управление машиной осуществляет оператор, который находится внутри робота. Робот предназначен для участия в соревнованиях подобных машин и оснащён пушкой, которая стреляет шариками с краской. Принимая вызов американских инженеров, основатель компании отметил, что согласен на поединок, если его честью станет рукопашная схватка боевых роботов. Третье место Следующий робот, на которого мы посмотрим, Айко. Робот, имеющий женскую внешность. В отличие от всех созданных роботов, Айко способна реагировать на внешние раздражители и даже испытывать боль. Также это человекоподобное существо способно читать текст, распознавать цвета и предметы. Второе место Робот Теспиан умеет читать стихи и двигать верхними частями тела. Это самый эмоциональный робот. Он может пародировать многие сцены из фильмов и уже участвовал в театральных постановках. Он может распознавать эмоции собеседника, сопереживать, смеяться и даже испытывать тоску. Теспиан говорит более чем на 20 языках, в том числе на могучем русском. Первое место Лидером нашего сегодняшнего топа стал робот Асимо. Впервые робот был разработан для того, чтобы помогать людям с ограниченными возможностями. Первая модель была представлена в 2000 году. Последняя демонстрация показала гибкость и баланс робота. Асимо теперь может прыгать, а также знает язык жестов и имеет возможность передвигаться со скоростью 9 км в час. Исследователи считают, что в один прекрасный день Асимо сможет помогать пожилым людям, которым необходим постоянный уход, а также людям с ограниченными возможностями. С каждым годом Асимо приобретает новые возможности, что помогает ему становиться более совершенным. Вот небольшой перечень из того, что он умеет. Распознавание движущихся объектов, распознавание жестов, окружение, развлечение звуков, узнавание лиц. А на этом все. Пишите в комментариях, хотели бы вы завести у себя дома робота. Пугают ли они вас? Не забывайте подписываться на канал и от ваших лайков я тоже не откажусь. До завтра!